Спецназ Росгвардии, действующий на территории Харьковской области, в бою за один из населенных пунктов сумел захватить и уничтожить артиллерийские орудия и минометы украинских националистов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Подразделения Росгвардии, принимающие участие в спецоперации на Украине, не только охраняют гуманитарные колонны, сопровождают грузы и обеспечивают порядок, но и участвуют в зачистках, а также боевых действиях против украинских националистов. Участвуют в спецоперации и подразделения спецназначения Росгвардии, выполняя задачи по предназначению. Как сообщается, недавно подразделение спецназначения Росгвардии проводило разведывательно-поисковые мероприятия на территории Харьковской области и попало под огонь группы украинских националистов. Несмотря на работу крупнокалиберного пулемета, спецназовцам удалось ответным огнем подавить огневые точки противника и обратить его в бегство, часть боевиков была уничтожена на месте. В ходе боя бойцы захватили 122-м гаубицу Д-30, минометы калибра 80 и 120-м, а также боеприпасы к ним. Все захваченное вооружение было подорвано накладными зарядами. Другая группа спецназа Росгвардии, действуя также на территории Харьковской области, обнаружили склад вооружения ВСУ и стоянку боевой техники, замаскированные под базу хранения сельскохозяйственной техники. В итоге украинская армия лишилась двух БРДМ, спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИ-Л, а также боеприпасов. Кроме того, в руки разгвардейцев попали документы и карты ВСУ.